Слава Богу за палаточные лагеря. Слава Богу за лагерь с палатки. За общение молодежи с разных городов. За общение на молодежи от различных городов. Интересно, что я как раз в четверг начал читать книгу «Девять основных китайских синдромов». В четвертых заплачено читать книгу «Девять основных китайских синдромов». Ну так немножко, чтобы встряхнуть в памяти. И когда я читал про первый синдром, там из одного древнего китайского трактата был один такой интересный перевод. И он говорит, переводится примерно так. Дурачок засыпает на земле, надеясь на тепло своего внутреннего солнца. Это такое выражение в Китае. Когда молодой человек ложится на землю, вечером, и засыпает, надеясь, что у него есть внутреннее тепло, и он не заболеет. Но на самом деле это очень легкомысленно так думать. Потому что сила природа, она сильнее наших внутренних ресурсов. И за целую ночь холод потихонечку все равно проникает в тело. Я читаю это вечером. И думаю, ну сегодня начался молодежный лагерь. Сколько там дурачочков заснуло на земле сегодня? Ну слава Богу, что я еще и пастыр параллельно. И мы верим в то, что Бог хранит нас. И не верим, что Бог не упазал. Я тоже очень много спал в палатках. И всю ночь спал. И по нескольку дней мы были в лагерях. И дети наши в лужах спали. В детских лагерях. И были вообще насквозь мокрые. И Бог настолько хранил, что мы при всем при этом не болели. Ну я понимаю, что тот огонь, который внутри нас. Огонь Святого Духа. Огонь Святого Духа. Он сильнее всяких природных сил. Скажи аминь. И сегодня у меня тема короткая. Потом у нас сегодня будет причастие. Следует ваш тема моей причастия. Сегодня тема моей проповеди. Она получила название Сущность Евхаристии. Я вчера вечером буквально получил. Хотя это практически всегда продолжение предыдущих проповедей. Так бывает, что что-то проповедовал. А потом ночью просыпаюсь от того, что проповедь продолжается. И ты встаешь и записываешь. И вот я как-то говорил одну такую интересную мысль. Каждый человек Хотя бы раз в жизни Задается таким вопросом. Кстати, вот на молодежных лагерях именно задаются такие вопросы. Очень часто. И вот вопрос он звучит так. А в чем смысл вообще этой жизни? И на одном служении я как-то сказал. И на одна служба о сказах. Но это все равно, что спросить. А в чем смысл Бога? А в каком смысл она Бога? Который, в принципе, является родоначальником всякой жизни. То есть мы помним из Писания. Нет, если помним от Писания. Что Бог создал человека. Что Бог создал человека. Создал Адама. То есть создал Адам. Из праха земного. Вот земный прах. И потом вдохнул у него дыхание жизни своей. И просто му е дал дыханието на живота. И стал человек, что? Кем? Душою живое, написано. И человек стал жить. И человек е започнал да живее. Стал живой сущностью. То есть станал жива сущность. Бог создал морских рыб. Бог создал морских рыб. Всяких животных. Всякакви животни. И дал им жизнь. И Той им е дал живот. Так написано в Писание. Така пише в Писанието. И мы, у нас я говорил, что была дискусия большая в городе. И во в городе мы гуляем дискуссия. Вече казвах за то. Креационизм против эволюционизма. Срещу эволюционизм. И на этой дискуссии мы явно победили. И на этой дискуссии не победили. Доказав то, что жизнь не может возникнуть из ничего. И что только Бог дает жизнь. И что сам Бог дало живот. И вы знаете, я молился о том, могу ли я об этом проповедовать. Потому что задать такой вопрос. За что ты зададаешь такой вопрос? Богу. На Бог. Бог, в чем твой смысл? Бог, в какого и твой смысл? Ну, немножко так. Немножко небогобоязненно. Но Бог мне дал разрешение. Потому что такие вопросы задаются. За что ты такие вопросы задават? И приходится отвечать на такие вопросы. Я бы именно сегодня, так бы я и отвечал. На вопрос, в чем смысл жизни? На вопрос, в какой смысл она живота? Я бы ответил. А вы задумайтесь. А в чем смысл Бога? А в какой смысл она Бога? Вы знаете, как можно на это просто ответить? Знаете ли, как можем просто да уговорим на тва? Смысл Бога? Смысл это на Бога. В том, что Он просто есть. В тваче той просто сочтествува. И Он есть всегда. И Той винаги сочтествува. И Он вечно существующий. Той вечно с този, който сочтествува. Это так или не так? Далее така. И вы знаете, есть смысл. Има смысл. Только в том. Само в това. Что существует вечно. Че в това, който сочтествува вечно. Когда я осознаю, что моя жизнь, она очень тленно, очень быстра. Как-то вот все это очень теряет быстро смысл. Как-то жизнь превращается в суету-сует. И думаешь, а зачем я вообще живу? И си мислишь, за что в общем живее. Ну, мне скоро 60 лет. Скоро, что стану на 60 лет. Ну, в принципе, я всего добился. Я являюсь профессором по заболеваниям головного мозга. То есть в медицине я очень многого достиг. Сегодня являюсь главным врачом медицинского центра, который мы сами с супругой создали. Сегодня являюсь пастором церкви. Региональным епископом Болгарии. Ну и что? Я скажу так, что если моя жизнь временна, вот во всем том, что я сделал, нет никакого смысла. Суета-суета. Как мне в детстве объясняли. Я родился в атеистической семье. Мой отец был атеист. Моя мать была атеистка. И как-то я попал на похороны. Первый раз. Умер кто-то из родственников. И я стою, сзади стоит моя мама. Я совсем маленький. Мне 5-6 лет. Я говорю, а что, мама, а что с дядей? И питам майка си, какво има с него? Дядя уснул? То есть заспали? Мама мне говорит, дядя умер. Той почина. А что это значит? Это значит, что он уснул. Той заспал. И он больше не проснется никогда. И никуда не мадаса си буди. Его мозг умер. Но неговия мозг и умрял. И он перестал существовать. Той спрятался, что ствует. В его жизни конец. И вот представляете, вот в этом возрасте я задумался. И я задал маме вопрос. Это настоящая история. Я себя помню с очень раннего возраста. Я спросил у мамы, мама, а что, и я когда-нибудь умру? Ну, знаете, мы корейцы такие простые люди. И мама мне сказала, и ты умрешь тоже. Я вот так вот, знаете, вот с такими глазами. Мне как-то это было настолько нелепо. Знаете, вот в этом возрасте услышишь, что я умру, и что моя жизнь закончится. Я во что верю. Я верю в то, что подсознательно в каждом человеке живет сверхъестественное знание. О том, что моя душа, она будет жить вечно. Я не поверил тогда, что я умру. Я почему-то подумал про себя, что я не могу умереть. Как-то это было нелепо вообще. Вы знаете, я тоже в это верю и сегодня. Что жизнь человека Она на самом деле предназначена изначально для вечности. И вот послушайте внимательно. Для чего Бог создал человека? Вот если знать Писание хорошо, то Бог создал и Адама, и Еву для вечной жизни для вечной жизни в Едемском саду, для возделания сада в Едемском саду, для того, чтобы они питались от древа. Какого древа? Древа жизни. Только от него была заповедь. Есть нам. И не вкушать от древа познания добра и зла. Бог предупредил человека. Будешь есть от древа жизни и будешь жить вечно. Это правильно? Это логично? Это логично. А в тот день, в который ты вкушишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь. Ну, понятно, если бы Бог не предупредил, и человек не знал, и потом вкусил бы. А так, человеку был указан путь к вечной жизни. Путь к древу жизни. А вот кто мне ответит, а кто есть путь? Кто есть путь истинной жизни, кто есть древа жизни сегодня? Мы все знаем, что это Иисус Христос. Он есть древа жизни. И сегодня мы, люди, христиане, которые уверовали в Него, мы призваны есть только от Него. От плода Святого Духа. Который есть любовь, радость, смерть, долготерпение, благость, милосердие, кротость, веровозерзание. Это так или не так? Вы верите в то, что ваши жизни будут вечны. Жить в вечне. Знаете, не все христиане даже в это верят. Я отношусь к тем христианам, которые верят в вечную жизнь. Потому что мне это когда-то очень хорошо вложили. Я знал, когда-то лично очень великих учителей, не побоюсь уже этого слова, потому что этих людей уже нет, они умерли. Они ушли на небо. Я лично знал Дерека Принца. Тео Осборна. Я оздоровался с этими людьми. Жал им руку, задавал им вопросы. Очень мощный представитель школы Дерека Принца, который часто приезжал к нам. Это Валерий Солин. Я его называл своим учителем. Лесли и Кевин Макноути. Которые приезжали даже сюда в Варну. Проводили большую конференцию. Эти все мощные евангелисты. Они учат о том, что Бог подарил нам вечную жизнь. Ваши Бог подарил вечное живот. Вы знаете, кто вечен на самом деле? Кой и вечен. По Писанию. Во Писании. Это определенные постулаты. Упределение постулатов. Наши христианские постулаты. Наши христианские постулаты. Мы знаем, что есть Бог Отец. Не знаем, чем Бог Отец. У Которого нет ни начала, ни конца. Кое-то няма, ни то края, ни то начало. Его никто не создавал. Никой не Го я создал. Он сам есть Творец. Той сам Ио Творец. Он есть Иегова. Вечно Сущий. Эль Шадай. Егова Нисси. Егова Ири. И так далее и тому подобное. Кто еще вечен по Писанию? Вечно Божие Слово. Вечно Божие Слово. Которое есть Сам наш Господь Иисус Христос. И мы читаем, да, в Евангелии от Иоанна. Читаем в Евангелии от Иоанна. Первая глава. Первая глава. С первого стиха. Вот первый стих. Что вначале было Слово. Начало было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Слово было Бог. И оно было вначале у Бога. То начало было при Бога. И все, что начало быть, через Слово начало быть. Вы знаете, я обычно даю, когда даю теологию в Академии, я обычно преподаю о том, что об Иисусе Христе написано, что Он есть альфа и омега, начало и конец. Но на самом деле у Иисуса Христа нет ни начала и ни конца. В этой же первой главе написано. В 18-м стихе, чуть ниже. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, Сущий в недре очем. Кто такой Сущий? Сущий это Его. Вечно существующий. Иисус Христос явил нам славу Небесного Отца. То есть у Него не было ни начала, ни конца. Но с Иисуса Христа просто все началось когда-то. И все когда-то Иисусом Христом закончится. Именно Иисус Христос, который есть Божье Слово, в конце времен абсолютно на всем поставит жирную точку. на всичко, что сложи много и скажет. А сейчас я говорю конец. Все мы дадим отчет пред Богом и перед Сыном Иисусом Христом, у которого на самом деле нет ни начала и ни конца. Он вечно существующий в недре Отца. И кто еще вечен? Еще вечен Дух Святой. Который также не имеет ни начала, ни конца. Который также является вечно существующим. И я хочу прочесть сегодня Евангелие от Иоанна. Эта глава получила название Первосвященническая молитва. Я хотел бы сегодня, чтобы мы уловили сущность Евхаристии. Что такое Евхаристия? В переводе с греческого слова. Евхаристия – это греческое слово. Евхаристия – это греческое дума. Который на славянский переводится как благодарность. Благодарность – воспоминание. О том, что сделал для нас Бог. О том, что сделал для нас Иисус Христос. О том, что сделал для нас Иисус Христос. Он на подвиг души своей он и сегодня смотрит с довольством. Потому что он рад. За то, что он совершил. За то, что он доказал, свою любовь. 17 глава Евангелия Таана. С первого стиха. Я закончу вот свою мысль немного. Вы знаете, вот моя и твоя жизнь не имеет смысл. Имеет смысл. Когда? Когда ты узнаешь о том, что твоя жизнь, она предназначена для вечности. Во Христе Иисусе. Вы знаете о том, что вы еще не начинали. Я еще не начинал. Моя вот эта жизнь здесь, на земле, это всего лишь подготовка к вечной жизни. О том, что я буду делать на небесах. Знаете, я размышляю последнее время над этим. Мне доставляет эту большую радость. Говорю, Господи, зачем я здесь на земле? Вот лично у меня такое чувство, что я до сих пор пытаюсь найти и уже нашел, то, примерно то, чем я буду заниматься вечности. Как я это нашел? Я нахожу, что есть вещи на этой земле, которые я делаю и от которых я не устаю. Вы слышите меня? Вот я перенес в этом году. Я перенес в этом году. В Турции на пастырской конференции я перенес гипертонический криз. меня парализовала на левую сторону прединсультное состояние. Чуть позже в Китай я перенес нейротоксический шок в аэропорту. Я вот так упал, сел на кресло и я понял, что меня парализовало. Потом я все-таки доехал до духовной академии. Я говорю Натали, свои супруги. Наталья, я до сих пор не понимаю, каким образом у меня получалось преподавать в духовной академии. Выходить полупарализованно на кафедру и давать учения. Четыре часа без остановки. И я не понимаю это. Я понимаю, что это не я. Что это Духом Святым. И совсем недавно в Бургасе я подстудился на стенах и перенес двухсторонную бронхопневмонию. Страшная слабость, просто легочная недостаточность. Почему я потом говорю? За что говорит Духом Святым? Но я в себе открыл. Сегодня мы прославляли Бога. Я в себе давно уже открыл. когда я прихожу в церковь и начинаю славить Бога. Я могу делать это бесконечно. И я не устаю. Я наоборот наполняюсь. Я понимаю, что я буду этим заниматься на небесах. И я хочу делать это вечно. Это моя сущность. В этом моя сущность. Меня это наполняет. Меня это заряжает. И еще есть вещи, которые мне совершенно не приносят усталости. Я тоже делился с супругой. Удивительная вещь. Рыбалка. Но когда я слышу, что там клюет. Не смотря в каком состоянии. Может я лежу на земле. Я вскочу и бегу. Дернусь за этот спиннинг. И вытащить рыбу. Вчера я начал нырять. Подводная охота. Я осознаю тот факт, что эти вещи меня заряжают. Они дают мне силу. Но что говорит Иисус Христос по этому поводу? Вот вы были рыбаками. Сделаю вас кем? Ловцами человеческих душ. И я направил овците на человеческие души. Знаете, я тоже готов разговаривать с человеком бесконечно. Когда он задает вопросы, которые касаются вечности его души. Я готов все отложить. Готов все оставить и объяснить человеку, что необходимо сделать, чтобы прийти к спасению. получать спасение. Я в этом не нахожу никакой усталости. Я понимаю, что моя жизнь всего лишь подготовка. Всего лишь трамплин к тому, чем я буду заниматься на небесах. Бог открыл мне о том, что если буду верен в малом здесь, на земле, это так написано. Тот поставит меня над многим там на небесах. Это хорошее обещание. Бог не человек, чтобы обманывать. Он Господь, который когда дает обещание, Он всегда исполняет. И сегодня я хочу поделиться с вами радостной вестью. 17 глава Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна. С первого стиха. Вы можете прочитать перевод на проекторе. Я начинаю. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Послушайте, даст он жизнь вечную. Те же есть жизнь вечная, да знают тебя, послушайте, в чем жизнь вечная, в чем твоя жизнь вечная, знать Бога, единого истинного Бога, и послан на тобой Иисус Христа. Бог вечен, и в этом есть колоссальный смысл, и только в нем есть смысл, потому что Он живет вечно. Послал на тобой Иисуса Христа, я прослав тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира, и открыл имя человеком, которым ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинность, что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, я же не в мире, я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, отче святой, соблюди их во имя твое, тех, которые ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы, о чем молится Иисус Христос. Он молится о том, чтобы мы познали Бога Отца, вечного, и Его единого Сына Иисуса Христа. И чтобы мы были в них, как Отец в Нем, так и Сын в Отце, так и мы в них были едины. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя твое, тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. И я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молюсь, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира, а святи их истиной твоей, слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них ты же только молю, но я верующих в меня по слову их, которые придут после их. Да будут все едины, как отче во мне, и я в тебе, так они будут в нас едины. Еще раз Иисус Христос просит отца о том, что мы были в них едины. Да уверует мир, что ты послал меня, и слава, который ты дал мне, я дал им, и да будут едины, как мы едины. Третий раз. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, и как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое, и открою да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Аминь. О чем просит Иисус Христос? За какого моля Иисус Христос? Своего небесного Отца. Вы знаете, Бог вечен. Иисус Христос вечен. Дух Святой вечен. Иисус Христос просит Иисус Христос молю для того, чтобы Бог осветил нас истину своей и принял нас в себя и чтобы мы были через Иисус Христа в них, в Отце, в Иисусе Христе и в Духе Святом, чтобы мы были едины. Можешь сказать на это Аминь? Это молитва Иисуса Христа о тебе. Это желание Иисус Христа о тебе. Это глубокая мольба Иисуса Христа о тебе. Отец живет вечно. Иисус Христос живет вечно. Иисус Христос хочет, чтобы мы жили в них вечно. Слава Богу. Это для тебя радостно есть? Для меня это очень большая благая весть. Почему? За что? Потому что только в этом есть смысл. Я вижу, что когда моя жизнь вечная, когда она сокрыта во Христе Иисусе, только в этом есть колоссальный смысл. саму тугава им много смысл. вижу, что если я могу как в прошлый раз брат Санэр проповедовал, я могу верить во что угодно и создать свою собственную религию. И придумать Бога. И вы знаете, моя жизнь она будет, вы знаете, всякая душа она живет и предназначена для вечности. Всякая душа живет и предназначена для вечности. Наши тело много лесного разрушим. Его можно убить, разрубить, разложить кусочки. Душа наша убить практически невозможно. Она состоит из более тонкой материи. И даже если человек вообще никого ни в Бога, ни в черта, ни в Христа не верит. А верит только в себя и в голое знание. Его душа тоже долго время будет существовать. она выйдет из тела, она пойдет куда-то в место, которое предназначено для существ, которые приняли решение жить без Бога. И она будет там долго, 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 что? Мучиться и изнывать. Как говорит Иисус Христос, а я верю каждому условию, там будет плач и скрежет за Бога. Вот и вся истина. Но где хочешь жить ты в вечности? Лично я хочу жить со Христом. Я сегодня уже счастлив с Ним. Я рад, что я со Христом. Я знаю, что Бог через вот эти какие-то катаклизмы, даже болезни, он сокрушает остатки моей плоти, чего-то плотского. А я хотел сегодня еще прочесть напоследок Псалом номер два. Псалми второго. Конечно, события, которые происходят сейчас, мы сейчас видим открытие Олимпиады произошло в Париже. И, конечно, спрашивают, пасы, как вы вообще к этому относитесь? Что вы можете сказать? И вы знаете, я обычно стараюсь отвечать Писанием. Второй Псалом. Вы знаете, иногда вот так смотришь, сегодня целые нации просто вот так демонстрируют свое какое-то такое богоотступление. Бога ненавистничество. Потому что для кого-то наше благоухание есть как зловоние смертоносное. Вы знаете, об этом Иисус Христос тоже во всем говорил. И даже в Псалтере написано об этом. Давайте я быстро прочту. Зачем метутся народы? И племена замышляют тщетно. Восстают цари земли и князья освещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, свергнем с себя оковы их, живучи на небесах посмеется. Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и ярусе своей приведет к смятению. Я помазал царя моего над Сеона святой горой своей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народу в наследие тебе и пределы земли во владении тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горжечника. И так вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогнелся и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. И конец. Блажены все, уповающие на Него. Народы метутся и племена замышляют тщетно. Новый Завет по этому поводу говорит. Последние времена по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И даже если возможно избранные прелестятся. Но претерпевшие до конца спасутся. И в книге Откровения 22 главе вы можете почитать. 11 стихом. Неправедные пусть творят еще неправду. И нечистые пусть еще оскверняются. Именно это мы сегодня не видим. А святой да освещается еще и праведный пусть еще творит правду свою. Вы знаете, зло будет усугубляться. Бог свободно спокойно смотрит на свободу выбора человека и и уважает суверенитет каждого человека. Хочешь идти в ад, пожалуйста. Это твой выбор. Хочешь провести вечность со мной? Я для этого сделал все. Путь открыт. Плата внесена. не серебром, не золотом, но драгоценную кровью единородного Сына Божьего. Ты искуплен для вечной жизни. Будьте благословены, братья и сестры. Я сегодня передаю слово. У нас сегодня причастие на трапезу Господню мы всегда немножко задерживаемся, потому что это для нас особенное служение. И сегодня Евхаристию проведет пастор Андрей. Спасибо. Спасибо.